Празднование 75-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. Более того, некоторые сегодня считают, что можно поставить в один ряд врачей, которые сегодня тоже на передовой, и тех людей, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Андрей Тыщенко связался с нами по скайпу. Добрый день, Андрей. Давайте вот познакомимся сначала. Кто вы, откуда? Меня зовут Тыщенко Андрей Вячеславович. Я когда-то лет 20 назад переехал из Севастополя сюда жить, попал в Истринский район. У меня и отец, и мать военные. В общем-то, это альтернатива некая бессмертному полку. Вот пока мы все не можем выйти вместе на улицу. Как пришла в голову такая идея? Я один раз участвовал в бессмертном полку. Я когда шел с табличкой, у меня такое ощущение было, как будто я шел с дедом рядом. Такая гордость. Дед по отцу фронтовик. Он был танкистом, дважды был в плену. И бабушка, например, по линии матери моей, ее в 15 лет угоняли в Германию. Они, когда уже ехали в поезде, вот они выломали в поезде доски и на ходу прыгали под колеса. Честно сказать, так аж накатывается воспоминание, точнее, ну, когда это все рассказывали. По линии деда у него еще было есть, ну, три сестры и две до сих пор живы. Вы представляете, одной 97 лет, а другой 92. И вот эти вот бабушки, Наталья и баба Лида, они обе побывали в Германии, их угоняли. И вот, знаете, когда я их слушал, они рассказывали, как это все было. И вот, ну, я не знаю, как вот ты сидишь, слушаешь, а они рассказывают такое ощущение, как будто это было год назад. Конечно же, в первую очередь, в память о своем деде, о своей бабушке, о бабушках, которые до сих пор живут. В пример взял, повесил у себя плакат, сделал, и туда повесил фотографии своих дедов, бабушек. Я и вот у себя на заборе, как бы, ну, дома повесил. И вы знаете, люди не только останавливаются, они еще сворачивают, подходят, читают. Вы знаете, это такая гордость, то есть основа, то, что никто не должен бы забыть. И я потом в какой-то момент понял, вот, герой же среди нас сегодня, среди нас герои. Их просто, их тысячи, десятки тысяч, это люди, которые борются с этой эпидемией коронавируса. Они же точно такие же герои. Они герои сегодняшнего дня. Выходил к нашу дедовскую больницу и встречался с замом главного врача Татьяной Анатольевной. Неофициально. Я ее убеждал, объяснял, ну, там все представилось, рассказал. Потом, я говорю, давайте вот фотографии, ну, вот, тех, кто в бою сейчас, кто вот конкретно вот с больными, с этими рискует своей жизнью. Дайте фотографии, напишем кто, как зовут, так далее, так далее. Он говорит, вы знаете, на самом деле этого действительно не хватает. Этого, говорит, действительно так не хватает. Мы должны не только ветеранов и сегодняшних героев, мы должны, мы должны, все их должны знать, их должны знать все. То есть, их должны видеть и знать, что героев их очень много и сегодня. Что нужно сделать, чтобы присоединиться к вашей акции? В чем она заключается? Ой, вы знаете, правила простые. Настолько простые, что у нас нету никаких-то там требований, точнее, ну, чтобы вот, нужно вот такой размер сделать, нужно звездочку именно туда. Ну, да, акция, она простая, просто нет у тебя возможности. Возьми фотографию, там, я не знаю, извините, возьми фотографию, там, своего, там, деда, там, или там, да, и просто накнуй его просто, вот, ну, повесь его в файлики, в любви. Есть у тебя возможность денежка. Возьми, распечатай баннер, распечатай какую-то наклейку, наклей ее на заборе, на фасаде дома. Да на крыше, знаете, люди из богатых, размести ее на крыше, чтобы вы космоса увидели, понимаете? Вот, вот такая она простая, то есть, ну, если у тебя мама работает сейчас, она вот в больнице принимает, там, так далее, свою маму возьми фотографию, вот, я фотографирую ее. И взяли, возьми, пускай все, кто проезжает и проходит, верят, что здесь живет доктор, там, или медсестра, которая, она, она сейчас спасает людей. Кто-то уже реально, вот, отозвался на ваш призыв, на вашу акцию? На WhatsApp пока что начали присылать фотографии своих близких. У меня в стадии разработки сайт, он вот должен вот-вот заработать. Я планирую фотографии, информацию о людях размещать на сайте. Отдельно сделаем блог про медиков, отдельно сделаем про Великую Отечественную войну, наши герои. Есть множество людей, которые отозвались мне и помогают в создании сайта, в создании видеороликов, рекламная служба, дедовские, они помогли, с баннерами делают все. Я им сказал, что, говорю, надо будет докторов, они говорят, давайте фотографии, подносите информацию, будем печатать, будем делать. То есть, бесплатно помогают? Да, они бесплатно помогают. Они сказали, по этой акции, если люди будут приходить к нам обращаться, мы будем 30% делать скидку. Люди отзываются вообще просто колоссально. Поэтому я хочу сказать всем огромное спасибо. Всем огромное спасибо. Я бы этого один не смог бы сделать. Спасибо вам за идею, за предложение и за то, что вы откликнулись и связались с нами. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok